Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзоры от Pablitto. Сегодня у нас интересный гость. Это Tactical Table Case от известного производителя тактического снаряжения 5.11. Давайте познакомимся с ним поближе. Что из себя представляет данное изделие и зачем оно? Это изделие изготовлено из нейлона, из текстильных застежек липучка, лент ременных полиамидных и молний. И служит для того, чтобы защитить ваш нетбук или планшет или электронную книгу от механических воздействий. Итак, вы видите, что он из себя представляет. На передней поверхности он содержит карман, в котором вы можете положить блок питания, шнуры от своего электронного изделия. Также передняя поверхность кармана обшита липучкой, на которой вы можете разместить идентификаторы всевозможные. Вот, к примеру, флаг. И он будет держаться. Сверху у нас есть зона для того, чтобы вы могли его подписать маркером или ручкой. Открывается данный чехол в две стороны, вы видите, и позволяет достаточно широкий в него доступ. Внутри подкладка мягенькая и мягкая прослойка. А в передней части дополнительно еще есть пластик, чтобы защитить экран. Вы видите, что планшет лежит в нем плотно, не болтается. Задняя часть у данного изделия имеет интересную конструктивную особенность. Вы видите, что это нашивка из липучки, в которой лазером прорезаны отверстия. И он может служить как интерфейсом MOLLE PALSE, так и текстильной застежкой. Давайте разберемся, как можно кастомизировать данную сумку. К примеру, можно на нее посредством интерфейса MOLLE PALSE пристегнуть чехол для ножа, или чехол для телефона, или КПК, или в ячейку застегнуть ручку, или фонарь. И тем самым, вы понимаете, достаточно удобно использовать ее, не носить все в карманах, когда вам надо, а разместить на сумку. Вот так же, с обратной стороны, можно нанести идентификаторы, если отстегнуть ненужные вам карманы. Это тоже удобно, это персонализирует вашу сумку, в принципе, достаточно удобно. Так же, благодаря интерфейсу MOLLE PALSE, мы можем данную сумку пристегнуть при помощи MOLLE CLIP-ов. К любому изделию, которое тоже имеет данный интерфейс. К примеру, к рюкзачку. И тем самым, у вас получится вариант такой переноски, чтобы не красть у себя внутренний объем. В целом, достаточно удобно. Также, в сам чехол можно положить, кроме планшета, электронную книгу, как я вам говорил. Или разместить небольшой нетбук для переноски. Размеры его позволяют. Для удобной транспортировки на нем присутствует рукоятка. Она же ручка. За которую его удобно носить. В целом, изделие имеет достаточно цивильный одновременно токсический вид. И подойдет любому, кто хочет, чтобы его электронные вещи были в целости и сохранности от механических повреждений. Более детально на данном изделии я остановлюсь в своем обзоре. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь на видеоканал. У нас там каждый день новые новости. До новых встреч и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok